Музыка Все ждут там американских санкций и так далее. И сегодня в том числе господин Белоусов допустил, что возможно будет разрыв контрактов в авиастроении и так далее. Нам все время, правда, говорят, что санкции, они нас не очень сильно касаются. Нет, он говорил про две вещи. Первое, я не знаю, какая сейчас ситуация на ВСМПО АМИСМА, которая поставляет титановые заготовки Боингу. Насколько я знаю, до последнего времени эти контракты сохранялись. Потому что это очень хорошее производство наше. Не очень давние взаимоотношения, надежный поставщик. Но сейчас, как вы понимаете, очень легко разорвать контракты. Потому что авиапром-то встал, и американские тоже. То есть можно обойтись, наверное, без титановых заготовок. Это не нанесет серьезного ущерба американскому авиастроению. В другую сторону. А вот тут уже интереснее. Но я все-таки надеюсь, что до этого не дойдет. В нашу сторону интереснее, потому что у нас очень много электроники покупной. И вот как тут будем выкручиваться, я не очень понимаю, импортозамещение какое-то есть. Но, например, у нас композитов толком нет в авиастроении. Из-за этого вот этот МАС-самолет, он откладывается. Потому что у нас нет этих композитных материалов. Пока сами придумаем. Дорого, не быстро и хуже наверняка лучших производителей. И это время. Поэтому для нас это плохая история. Плохая. Но не надо задираться, не надо бодаться. Ну, как-то надо аккуратнее с миром-то общаться. Тогда и таких сюжетов не возникнет. Я хотел еще поговорить в этом ключе про возможные последствия, в том числе и для регионов, или для градообразующих предприятий. Потому что часто такие производства, это как раз и они кормят целый город. Ой, ну я вас умоляю, нас кормит целый город в Металлурге. Это да. У Металлургов с экспортом все более-менее терпимо. Они прожили этот год, да, с нервами. Но, в общем, не допустили сильного спада. От нашей нефтегазы особо никто не откажется. И тут американцы не в силах что-то сделать, потому что мы туда это не вывозим практически. Это европейские и азиатские рынки. Дальше. Градообразующие предприятия машиностроительные. Ну там их осталось-то с гульки нос. Российское машиностроение советского типа очень сильно сжалось. А те, что живые, да, там вопрос, что они делают и сколько там импортных комплектующих. Вот в таком сюжете можно поговорить. А сразу зачем-то все сворачивать на моногорода я бы не стала. Угу.